МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но как важно вовремя знать о них на ответы и действовать правильно? Если пришла беда, тема нашей сегодняшней программы. И мы с удовольствием представляем вам наших гостей. Это начальник межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Александр Лаврентиков. И главный специалист службы сестер милосердия Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Елена Тимошенко, а также ее помощница Анна Никитенко. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. В жизни людей в неприятных ситуациях бывает очень много. В принципе, все мы знакомы о правилах доврачебной помощи еще со школы. В последующем многие получают первое знание в госавтоинспекции, когда проходят теоретическую подготовку. Но на практике не все водители готовы оказать доврачебную помощь. Это так, Александр Викторович? Конечно же, мне, пользуясь случаем, хочется напомнить всем телезрителям о том, что автомобиль является объектом повышенной опасности. И для допуска в его управление граждане в качестве курсантов проходят обучение в автомобильных школах, где непосредственно, конечно же, проходят и получают те знания доврачебной помощи в тех экстраординарных ситуациях, в которых они могут оказаться на дорогах и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. И, конечно же, правила дорожного движения предусматривают в каждом автомобиле нахождение трех предметов. Это огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки. Для того, чтобы в этих возникших ситуациях на дорогах, так сказать, действовать согласно предписанных тех правил, которые они проходят обучение. Проводя профилактические акции, не станьте равнодушным, и с участниками Красного Креста мы недавно проводили такие акции. Значит, гражданская позиция не весьма однозначна. Чтобы остановиться и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в той или иной ситуации. Мне кажется, мы в дальнейшем будем более тесно взаимодействовать для того, чтобы все-таки общественность участвовала более в активной позиции оказания практической помощи. Не только с службой Красного Креста, но и другими службами, заинтересованными в этом нашем обществе. Уважаемые гости, а что должен сделать дееспособный, нормальный, адекватный водитель, если вдруг в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие? Как поступать в такую ситуацию? Ну, во-первых, остановиться, убедиться, какая возникла там нештатная ситуация. Если пострадавшие немедленно сообщить, первое, это медицинское учреждение прибегнуть к мобильной связи, либо же посторонних, свидетелей, транспортное средство попутно остановить, сообщить о том, что есть пострадавшие, установить дорожный знак аварийный на удаление, это в населенном пункте, на удаление 15 метров, вне населенного пункта 40 метров от места совершения ДТП. И уже в той возникшей ситуации, в которой оказались там люди, дети, значит, оказать первую медицинскую помощь, и вот те знания, которые они получили в качестве курсантов в автомобильных школах или вот в Красном кресте, когда в организациях, применительно к этой ситуации оказать первую медицинскую помощь. Я знаю, что немало ситуаций, когда вот автомобилисты сбивали пешеходов, потом покидали место ДТП, просто съезжали с этого места ДТП, но и оставляли человека в опасном положении, да, не оказав ему первую помощь или даже не позвонив, куда требуется. Много таких ситуаций происходит, и как вообще можете оценить людей, которые так поступают, и с нравственной, и с юридической точки зрения? К сожалению, данные факты имеют место быть в нашей служебной практике. Непосредственно вот наше подразделение, вектор направленности которой в оперативно-служебные деятельности одно из направлений это выезд на такие дорожно-транспортные происшествия, водители в нарушении действующего законодательства скрылись с места совершения ДТП. Значит, мне хочется напомнить, что существует уголовная ответственность, согласно статье 159, где предусмотрено оставление в опасности граждан после того, как совершено было дорожно-транспортное происшествие, не оказав им помощи, значит, уголовной ответственности, где лишение свободы, санкция статьи, которая предусматривает лишение свободы до 5 лет. Также мне хочется напомнить всем участникам дорожного движения, что, значит, они при изучении правил дорожного движения должны помнить о статье 31, о том, что водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, должен оставаться на месте до прибытия экипажа госавтоинспекции. И далее его действия должны быть только по указанию сотрудника госавтоинспекции, который прибыл непосредственно для разбирательства и документирования этого дорожно-транспортного происшествия. Но хочется напомнить, что в современное время в подразделении достаточно форм и методов, технической возможности, мобильности для того, чтобы в последующем установить, кто водитель и транспортное средство непосредственно, который совершил это дорожно-транспортное происшествие и в нарушении действующего законодательства уехал с места ДТП. То есть все видеорегистраторы, наверное, и средства слежения. Вот последнее происшествие, буквально с колес, мы возвратились в служебную командировку и оказывали практическую помощь Рогачевскому УРОД, установление транспортного средства, а также водителя, который в ночь с 26 на 27 совершил дорожно-транспортное происшествие, где участник, пешеход, жительница деревни Серебрянка Рогачевского района получила тяжкие телесные повреждения, находится сейчас на излечении в местной больнице, но водитель в нарушении действующего законодательства скрылся, но он еще до сих пор, конечно, и сам не предполагает, что, значит, но он нами уже установились, остались только некоторые технические моменты, которые нам нужно будет подтвердить и доказать. Поэтому мне хочется призвать всех участников дорожного движения, всех граждан, значит, коль уже случилась такая ситуация и дорожное происшествие по обстоятельствам другой раз от нас независим, оставаться на месте до прибытия сотрудника госавтоинспекции. А гражданам, которые были свидетелями и очевидцами тому, проявить свою гражданскую позицию, ну и, значит, о каких-то свидетельских показаниях сообщить также представителю госавтоинспекции и другим сотрудникам милиции. Ирина Григорьевна, в ДТП какие только травмы можно не получить, и самые простые, и такие серьезные, что потом последствия могут повлиять серьезным образом на здоровье человека. Какую помощь первую медицинскую можно и нужно пострадавшим оказывать? Несчастные случаи, чрезвычайные ситуации, конечно, случаются внезапно. И многое зависит от того, кто с пострадавшим будет рядом. Если этот человек будет обучен навыком оказания первой помощи, то от этого зависит и жизнь, и здоровье пострадавшего. Естественно, ситуации бывают разные, травмы бывают разные, и мелкие, и крупные. И всякие. В любом случае нужно оказывать первую помощь незамедлительно. И хочу немножечко поправить, да, что Белорусское общество Красного Креста обучает население именно навыком оказания первой помощи. Не медицинской, не первой доврачебной, не первой медицинской помощи, а именно первой помощи. Это те меры, которые необходимо оказать пострадавшему для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье пострадавшего. Наверняка на практике очень часто необходимо именно эти меры принимать, чтобы спасти жизнь человеку, но не все знают, что конкретно делать. Что за меры? Да, да, да. Совершенно верно. Мы проводим очень много тренингов, разных мастер-классов для того, чтобы как можно больше охватить и обучить население нашего города, нашей области, чтобы они могли и обладали навыком оказания первой помощи. Очень много наших сотрудников проводят и тренингов, где непосредственно обучают этим навыкам. То есть, в принципе, любой человек, желающий получить эти навыки и знания, может обратиться к вам и пройти курсы? Да, непосредственно мы обучаем тем навыкам, которые, скажем так, они не медицинского характера. Мы учим без применения каких-либо медицинских препаратов, без применения каких-либо медицинских назначений, а именно оказывать помощь тем, что непосредственно находится рядом, возле пострадавшего, возле того человека, который непосредственно будет оказывать первую помощь. А давайте на каком-нибудь маленьком примере приведем пример. Что это может быть? Какая помощь? Ну, вот мы уже подготовили, да, у нас Анна со сполком в руке. Да, вот мы можем продемонстрировать, как в таком случае оказать помощь, да? Конечно, давайте. Да, 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 пожалуйста. Если вы не против, да, самое основное, да, вот видим пострадавшую Анну, у которой торчит осколок в ране. Да, самое главное, что мы должны помнить, помнить о своей безопасности. То есть, если есть у нас возможность, то мы можем использовать какие-то пакеты, да, для того, чтобы у нас не было соприкосновения с кровью. Если есть перчатки, конечно, то это было бы замечательно. Но мы все знаем, что перчатки из нас никто не носит с собой. Ну, а пакеты всегда можно где-то найти. Если же нету даже пакетов, то тогда нужно действовать очень аккуратно и как можно меньше соприкасаться с кровью. Самое основное, мы должны помнить, что ни в коем случае нельзя доставать инородное тело с раны. Этим мы можем больше навредить и усугубить, и начнется еще большее кровотечение. То есть, мы не знаем, какого характера ранения, правда? Да, да. Если мы видим инородное тело, значит, мы как можно крепче его должны зафиксировать. Зафиксировать тоже, да, каким образом. У нас, может быть, под рукой какие-то косынки найдутся, да, какие-то там кусочки ткани. Или мы можем использовать, да, допустим, майку какую-то. Какие-то элементы одежды, да. Любое подручное средство, да. Мы сделаем вот такие валики, допустим, да. И вот таким образом мы попросим Аню, если она может, да, если она в сознании, мы можем с ней разговаривать, ее успокаивать, поддерживать ее психологическое состояние. И попросим, Анечка, подержи, пожалуйста, если ты можешь. Вот, как-то так, да. Фиксируем как можно крепче, да. Но чтобы как можно меньше вот эта стеклышка у нас шевелилась. Да. Естественно, вызываем скорую помощь обязательно. И сопровождаем пострадавшего в лечебное учреждение. А насколько важна психологическая поддержка вот именно в данный момент? Ведь в разной степени тяжести травма может быть и в разном состоянии могут находиться пострадавшие. Психологическая поддержка, она необходима при любой. Тяжая при любой травме. Или это небольшая травма, или это какая-то серьезная травма. Всегда нужно разговаривать с пострадавшим, поддерживать его психологическое состояние, чтобы он отвлекался от того, что с ним случилось. То есть можно задавать любые вопросы, спрашивать, там, где ты учишься, где ты работаешь, какое у тебя хобби, все что угодно. Но чтобы он как можно меньше думал о том, что у него где-то кто-то болит. И чтобы в сознании был, да, потому что в таком состоянии нужно потерять его. Да, чтобы мы его не потеряли. Скажите, вот если нет под рукой какой-то ткани, да, из которой можно сделать эти валики, что подойдет? Подойдет любое. Можно просто даже тогда просто вот так вот держать, чтобы оно меньше двигалось, меньше шевелилось. То есть просто забинтовав. Да, просто его зафиктировать. Зафиктировать можно всем, чем угодно, всем, все, что придет в голову. Вот видите, какие интересные здесь действия. Хотя, казалось бы, у людей, многих, наверное, первое, что это вытянуть стекло. Нет, самое основное, это ни в коем случае нельзя выдергивать любое народное тело. Либо это стекло, либо это еще какой-то кусок металла, либо это палка, все что угодно. А если вдруг такое произошло, и все-таки народное тело вытащили, как быть дальше? Тогда у нас будет кровотечение, тогда уже мы приступаем к другому виду оказания помощи. Это остановка сильного кровотечения. Александр Викторович, исходя из Вашей богатой практики, как чаще всего поступают водители, если случилось ДТП? Правильно, неправильно? И как вообще нужно себя вести, если вдруг настигла беда? Хочется отметить, что, как исходя из практики, уже по направлению служебной деятельности, водители, конечно, адекватно воспринимают те уже, которые с богатым жизненным опытом, возникшую эту ситуацию, остаются на месте. Соответственно, прибегнув вызову карету скорой помощи, сотрудников ГОСНТ инспекции, остаются на месте. И, значит, документируют все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия. Но есть категория таких водителей, которые мы знаем, значит, с которыми мы непосредственно боремся, чтобы из лещих с участников дорожного движения. Это нетрезвые водители, водители, которые лишены водительских прав. К нашему сожалению, они в нарушении действующего законодательства участвуют в дорожном движении. И в таких ситуациях, когда фактор страха, конечно, и ответственность за то, что они совершили, но зачастую это бывает и с участием пешеходов, велосипедистов, такой категории участников дорожного движения, оставляют место ДТП. И, соответственно, нами проводятся оперативно-радостные мероприятия по их установлению. Однако хочется отметить, что есть и гражданская позиция граждан. Вот имела место быть в прошлом году у нас в городе Мозыре, вблизи Евроопта, где пешехода, такой же участник дорожного движения, бесправный водитель сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Случайно прохожий оказавшийся гражданин снял это событие на мобильный телефон и последующим сотрудникам госавтоинспекции предъявил эти кадры, что способствовало раскрытию этого дорожно-транспортного происшествия. И мы, со своей стороны, руководство, начальник управления госавтоинспекции области, полковник милиции Макушенко, в торжественной обстановке этого гражданина, конечно, поощрили на оперативном совещании, присутствии офицеров. Так отметили этот факт, этой гражданской позиции. Хочется и в дальнейшем, чтобы мы сотрудничали, не оставляли такие дорожно-происшествия без внимания и проявляли свою гражданскую позицию. То есть люди не должны оставаться в стороне. Если вдруг видишь и знаешь, кто это совершил, и скрылся с места происшествия, позвони, расскажи и предоставь максимальное количество информации. Правильно? Анонимность этой информации мы гарантируем и приветствуем, конечно. И поощряйте, да? Так точно. Если не анонимно. Елена Григорьевна, вот расскажите, если, допустим, человек видит пострадавшего, какие первые действия? Что нужно определить? На что сориентироваться? Если мы видим пострадавшего, мы даже говорим о том, что если человек не обладает навыками оказания первой помощи, он не может непосредственно ему помочь, то первым делом вызови скорую помощь, привлечь внимание кого-то, кто может быть помочь. Ну а если ты умеешь оказывать первую помощь, ты этому обучен, то, естественно, непосредственно нужно принимать участие и оказывать первую помощь. Если, например, мы где-то видим пострадавшего, мы не знаем, что с ним. Нам в первую очередь нужно определить, что произошло, какая ситуация случилась. И самое важное, что нам необходимо проверить, это самые основные признаки жизнедеятельности человека. Это сознание и дыхание. И уже в зависимости от этого принимать решения и действовать, и знать, какие именно методы применять оказание первой помощи. Уважаемые телезрители, тема нашей сегодняшней программы «Если пришла беда». Сейчас небольшой перерыв, ну а через несколько минут мы продолжим нашу беседу. Часто знания, полученные в высших учебных заведениях либо в школах об оказании первой помощи пострадавшим, забываются, потому что впоследствии не отрабатываются на практике. Сегодня в студии программы «Добрый вечер, Гомель» мы попытаемся исправить эту ситуацию. И в этом нам поможет сотрудники Белорусского общества «Красного креста». Итак, Елена Григорьевна, Анна, рассказывайте, что у нас за клиенты и что вы с ним будете делать. Да, у нас в «Красном кресте» есть вот такие замечательные манекены, с помощью которых мы на практике отрабатываем знания, навыков оказания первой помощи. Ведь на самом деле эффективность оказания первой помощи зависит от того, как ты практически умеешь это делать. Поэтому с помощью этих манекенов сегодня Анна нам покажет, как делать в той ситуации, когда мы увидели, например, на обочине какого-то пострадавшего, мы не знаем, что с ним происходит и что в таком случае нужно предпринимать. Хорошо, наши первые шаги. Да, вот начнем мы со взрослого пострадавшего. Когда мы увидели пострадавшего, самое главное – это осмотреть место происшествия. Не угрожает ли нам что-нибудь? То есть, ну, где-то те же деревья, мало ли что-то, ну, много чего может произойти. Во время того, как мы будем его спасать. Да, и поэтому мы осмотрели, если нам ничего не угрожает, либо если угрожает, мы это устраняем, и после этого подходим к пострадавшему. Мы первое, что должны проверить, это сознание, это хлопками, например, как он реагирует, реакции его, если это сознание. Какая реакция может быть, если сознание есть? Если есть, то да, вот какие-то действия должны быть. Если нет сознания, то он никак не отреагирует. Дальше мы проверяем дыхание. Запрокидываем голову и слушаем. Наклонились ухом к рту, носу. И мы слушаем и смотрим глазами на грудную клетку. Поднимается ли она? И это надо делать в течение 10 секунд. То есть, дышит он, не дышит. Если он не дышит, нет сознания, нет дыхания, мы приступаем к сердечно-легочной реанимации. Я так понимаю, что запрокидывание головы – это тоже важный момент, да? Да, давайте я немножко покажу. Вот у нас есть такая замечательная голова. Когда человек без сознания находится, у него происходит расслабление мышц, в том числе и расслабление мышц языка. Мы видим, вот здесь беленькая, это у нас язык. Вот человек без сознания, дыхательные пути закрыты. Когда мы запрокидываем голову, да, легонечко так, мы видим, что дыхательные пути открываются, и мы можем непосредственно уже приступать к проведению сердечно-легочной реанимации. Да, мы видим, что дыхательные пути свободны, значит, мы можем действовать. Ещё хочу также отметить, что проведение сердечно-легочной реанимации нужно проводить обязательно на твёрдой поверхности. То есть это, конечно, мы здесь в студии, у нас такая кушеточка, да, но на самом деле это да, на земле, да, на полу. Если на кровати, то допускается в том случае, если это будет какой-то жёсткий матрас. В другом случае проведение сердечно-легочной реанимации будет просто неэффективно. Едем дальше. Дальше. Приступаем к сердечно-легочной реанимации. Вот наш пострадавший. Ногами надо стараться, вот, плечи. Одна с одной стороны, другая, ну, вот, между. Между плечом. Дальше находим, если это мужчина, то проще, междусосковая область посередине. С женщинами примерно мы тоже смотрим середину грудной клетки. Ставим руки на середину. Одной упираемся, а второй сверху. И локти обязательно должны быть прямыми, они не должны согинаться. То есть мы всем телом должны нажимать. И таким образом мы делаем 30 надавливаний. Частота должна быть 80-100 раз в минуту. То есть мы делаем 30. Интенсивно очень, да. То есть если продемонстрировать, какая будет чистота. Чисто визуально. И главное, руками не надавливать на ребра. То есть мы можем их сломать. Если будем сильно надавливать, вот они вверх пальца должны у нас. Руки прямые, да, и плечи над туловищем пострадавшего. Да, но на кушетке немножко не так. Вот с такой, не чаще, а вот так вот, как вы показываете? Вот так. А вот уже участились, да. Ну да, видно, что мягко прогибается и неэффективно. А на твердой поверхности, конечно, будет лучше. Да, и когда стоит и спасатель на коленях, тогда, конечно, будет. То есть это удобнее, он упирается. Да, поэтому мы когда проводим наши тренинги, да, мы уже там уже в реальных таких ситуациях, да, непосредственно на полу, и непосредственно вся эта отработка идет практическая, так, как это положено. Дальше мы делаем два полных вдоха. У нас взрослый человек, то есть мы полностью делаем полный вдох и выдуваем в легкие. Также запрокидываем голову, открываем дыхательные пути, закрываем нос, вот у нас рука осталась на лбу, и двумя пальцами мы закрыли нос. Открываем, делаем полный вдох и смотрим на грудную клетку. То есть это, ну, вдохнули и одновременно смотрим. Мы должны зафиксировать, что грудная клетка у нас поднимается. Таким образом, недалеко отводя свой рот, сразу мы нагибаемся и смотрим. Чтобы убедиться, что у нас дыхательные пути открыты. Если вдруг мы видим, да, что грудная клетка не поднялась, тогда есть проблема, и тогда нам нужно проверить наличие, может быть, какое-то инородное тело или что-то извлечь из дыхательных путей. Если поднимается, значит, делаем сразу же второй вдох. Также проверили. И дальше продолжаем 30 надавливаний и таким же образом. Тут важно очень силу свою рассчитать, да, чтобы сильно не надавить, потому что можно и проломать. Так, проведение сердечно-легочной реанимации это очень такое трудоемкое дело, и не каждый может с этим справиться, да, чтобы это было эффективно. Мы даже знаем случаи, вот сколько раз в СМИ мы слышим, что кто-то перестарался и нечаянно причинил вред пострадавшему, чем... Да, если сила больше, но мы не должны забывать еще про вызов скорой помощи. Это обязательный атрибут обучения навыкам оказания первой помощи, да. Вот если мы увидели взрослого, да, мы определили, что у него нету сознания, нету дыхания. Если кто-то с нами находится рядом, мы просим вызвать первую помощь, чтобы не терять время. Если никого нету, мы вызываем сами, и тогда проводим сердечно-легочную реанимацию. Ну, скорую помощь, наверное, знают все, как вызывать. Это номер 103. Делали акцент на том, что если это взрослый человек, то вот так поступаем. А если и ребенок? Если у нас есть подросток, да, там же мы проводим тоже те же самые манипуляции, да, определяем наличие сознания, наличие дыхания, вызываем скорую помощь, и в зависимости от того, какое телосложение у подростка, да, если это... То есть это более индивидуально, если мы видим, что подросток большой, и... Он должен быть, ну, тогда чуть-чуть меньше, если это подросток, потому что легкие отличаются по размерам, да, объемам, и поэтому, ну, рассчитывать, наверное, более индивидуально. И тоже так и сила надавливания тоже. Если там небольшой у нас подросточек, то одной рукой, смотря кто оказывает, да, если это крупный мужчина оказывает, то одной рукой, если это хрупкая девушка, то может быть даже двумя руками, от того, чтобы все-таки это было эффективно. Да, вот то же самое. Вот таким образом, средина грудной клетки, и мы вот таким образом делаем надавливание. Тоже 32. Тоже с той же интенсивностью и частотой надавливания, да? Да, да. Тоже 30 надавливаний, да, два вдувания. Единственное, что у нас отличается, это сердечно-легочная реанимация немножко, когда мы делаем ее младенцем. Младенец у нас считается ребеночек от рождения до годика. Чем отличается? Танечка, покажи, что давай. То же самое. Проверяем наличие сознания и наличие дыхания, да, сознание мы проверяем. Показывай. Конечности. Подергаем его за ручки, за ножки, да, если он не отреагировал, значит, у него сознания нету. Также проверяем дыхание. Ну, дыхание проверяем тем же самым образом, но голову мы здесь не запрокидываем. Почему? Чтобы не навредить ребенку, потому что у него очень хрупкие позвоночники. Позвоночники. Позвоночники, да. И чтобы мы смогли, потому что у него... В течение 10 секунд дыхания, если... Нету сознания, нету дыхания, да, проводим дальше сердечно-легочную реанимацию. Сердечно-легочную реанимацию здесь мы уже проводим буквально двумя пальчиками. Средину определяем, средину грудной клетки и делаем 30 надавливаний на грудную клетку двумя пальчиками, да. И вдувание делаем своим ртом, мы обхватываем одновременно и носик, и ротик младенца, и делаем вдувание, два вдувания, но тем воздухом, который у нас находится во рту, скажем так, да, за нашими щеками. То есть у него легкие очень маленькие, может быть, даже неразвитые. Это очень важно, кстати, чтобы не набирать воздух и... Да, чтобы не навредить легким младенцам. А скажите, вот надавливание, вот мы, вот, это примерно как идентично, да, вот, может быть, по уплотности этот манекен, вот если в реальных условиях... Нет, это с лимиком. Вот так 30 раз. Самые основные правила – это осмотр места происшествия, вызов скорой помощи, первичный осмотр пострадавшего, да, наличие сознания, наличие дыхания, и вызов скорой помощи, и непосредственно само оказание первой помощи. Тогда, когда у нас у пострадавшего нету... Да, бывают случаи... Нет сознания, но есть дыхание. Ну, если вот такая ситуация, то надо делать восстановительное положение, перевернуть пострадавшего на бок в одну сторону, и делать упор ногами, чтобы человек дальше не перевернулся до конца, то есть он на бок должен лежать, и обязательно должна быть открыта... для того, чтобы всякие там инородные, может быть, массы или рвотные массы, чтобы он не захлебнулся ими, они уже вышли, скажем так, наружу, чтобы свободно ему дышалось, да, и непосредственно, конечно, наблюдать за состоянием, чтобы он не... И ждать приезда скорой помощи. Чтобы он не потерял... Ну, сознания у него нету, чтобы у него не пропало дыхание. Спасибо, Елена Григорьевна, Аня, за подробный мастер-класс. Очень познавательный мастер-класс. Я думаю, что многие, кто знал, но забыл, сейчас еще раз вспомнили, и ведь это очень полезное знание, наверняка многим пригодятся. Ну, и пользуясь случаем, я хочу пригласить всех желающих к нам в областную организацию, да, для того, чтобы получить более подробные навыки оказания первой помощи. Мы рады всем всех приветствовать и всех обучить. Уважаемые телезрители, через минутку мы продолжим мастер-класс. Не переключайтесь. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы разбираемся в том и говорим о тех случаях, когда к нам приходит беда. И к нам в студию пришли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это инспектор отдела профессиональной ориентации и пропаганды безопасности жизнедеятельности лицея при Гомельском инженерном институте МЧС Павел Сташук. А также начальник сектора Центра пропаганды и обучения Гомельского областного управления МЧС Алексей Голуб. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, давайте сразу приступать. Какого рода у нас повреждения? Чем мы будем помогать нашему пострадавшему? Ну, начнем. Первое – это у нас ожог. Ожоги у нас подразделяются на четыре степени. Первая степень – это у нас покраснение легкое. Любого может быть. Это и кипяток, это и касание раскаленного предмета, утюг коснулся и так далее. Вторая степень у нас – это уже продолжительное время около объекта. После этого появляются у нас пузыри. Третья степень – это лопнувшие пузыри, а также некроз, уже со временем развивается. И четвертая – это уже уголек, то есть обугливание ткани. Ткани уже никак не вернуть. То есть это, видимо, на ладонях, да? Да, уже на кончиках уже все, уже не вернуть никогда. Что мы делаем при первой степени? Самое основное нужно запомнить – это 15 минут под краном с холодной водой. Никакого прикладывания льда, ничего нельзя делать. Масла подсолнечного. Не подсолнечное масло, ни в коем случае. Спиртом, растиранием и прочее, ничего не надо. Всевозможные средства народной медицины тоже не применять. 15 минут под краном с холодной водой, в принципе, будет достаточно. Также при второй степени и третьей степени никакого прикладывания льда. Сухая, тугая, просто повязка не тугая, легкая, для того, чтобы быстренько прийти уже к врачу и показать свои ранения, какие мы получили. Второй степень, в принципе, не обязательно, если у нас пузыри незначительные. То есть они у нас не в обильном количестве. Вот. При первой степени лед почему нельзя прикладывать? При продолжительном времени, когда мы держим лед, просто рука уже не осознает того, что начинает... Не имеет от холода. Да, не имеет от холода, уже мы получаем обморожение. Наоборот, обратный эффект. Также при обморожениях то же самое, что вы здесь видите, только все в обратной цветовой категории. То есть у нас уже не красное, а наоборот, белеет. Далее у нас уже идет розовеет, после чего синеет. То есть тот же самый принцип. Никакого, опять же, тут уже мы ничего не делаем, опять же, не растираем ни снегом, ни всевозможными спиртами и прочими вещами. Тут у нас просто равномерный обогрев. То есть это никакого рода должна быть ни вода теплая, это просто комнатная температура. Ни грелка. Туда никуда не грелок, просто приходим. Максимум, что мы можем сделать, это просто накрыть тканью. То есть чтобы тепло равномерно у нас скапливалось под областью, где у нас обморожение. Почему нельзя точечно воздействовать теплом? В чем опасность заключается? Точечное воздействие теплом, опять же, тоже под клеткой, клетки именно сами замерзшие. Когда попадает теплая вода, либо же горячая, клетки просто банально разрываются. Тоже принцип любой воды. Если мы холодный напиток возьмем, к примеру, резко на него кипяток нальем, то бутылка тоже лопнет на стеклянный. Тот же принцип с сосудами. Не просто лопается под кожей и получается его серьезные, наоборот, травмы. Мы, наоборот, хуже делаем. Дальше у нас всевозможные переломы. Перелом у нас бедра, а также перелом на руке. Что хочется сказать про конкретно переломы на руке и на бедрах? В любом случае, при переломе, если мы видим открытый тип, кость торчит, это у нас шина. То есть сразу же мгновенно пытаемся зафиксировать ногу. Для фиксации, может быть, у нас использовано все, что угодно, но ни в коем случае это не должен быть короткий предмет. К примеру, если брать руку, должно быть закреплено два сустава. То есть это у нас рука и локоть. Эта вся часть должна быть закрыта с помощью шины. Что необходимо сделать? Найти предмет, естественно, приложить с обеих сторон, зафиксировать, зажать. Если на ноге, то, естественно, если есть доски, то очень удобно было бы, конечно, их использоваться. Одна коротенькая доска вкладывается в область между ног. Вторая доска более длинная. Накладывается у нас манекену выше пояса. Для чего это сделано? Для того, чтобы зафиксировать на поясе. Далее фиксация идет ноги в основных суставах. Опять же, это у нас перед коленом, после колена и на голени. Фиксировать, опять же, всем чем угодно. То есть это может быть у нас любая тряпка, бабушки платочек. Это может быть ремень, это может быть у нас шнурки и прочие элементы. Для чего нужна фиксация? Каких проблем мы избегаем в таком случае? Проблемы какие? Если мы начинаем двигать осколки, если это у нас перелом внутренний, мы даже его не видим. Если это у нас осколки, внешний перелом открытый, то всевозможные повреждения тканей, а также если у нас разрыв артерии, это приведет просто к значительной кровопотере, которая впоследствии может привести к смерти человека. Что касается еще рваных ран всевозможных на ногах, на пальцах, такие раны чаще всего у нас получают люди в весенний-осенний период, особенности, когда начинается уборка урожая. То есть люди работают на огороде тяпками, лопатами. Тем самым, устав от такой жары, они получают травмы. То есть лопату опустили, всевозможные тяпки и так далее. Что хочется сказать по поводу ампутации пальца, то если палец потеряли, ни в коем случае не надо сразу кидаться и думать, что все, мы его потеряли навсегда. Взять палец, положить в холодное место и быстрее к врачу. Каждая уже потом минута идет на будущее, приживется он или нет. Ого, так его возвращают. Если брать даже идеальный вариант, то есть вы практически сразу попадаете к врачу в течение часа, то вероятность даже приживания всего лишь 10%. То есть маленький процент, но все-таки есть, поэтому ничего не надо унывать. Есть шанс то, что он приживется. И аккуратно работать тяпками на огороде. Да, естественно, переносить тяжелые объекты. А также колка дров это тоже опасно. Да, да, конечно, конечно, да. Как, кстати, зовут нашего пропичного? Это у нас манекен экстрикели. На нем конкретно можно менять разного рода травмы. Это у нас перелом, всевозможные ранения. Можно имитировать уколы. Также есть сменная голова. Голова с пробитым у нас там металлическим предметом. Также верхний порез артерии тоже. Правильно наложить жгут на места найти и так далее. Хорошо, но видим, что не то, как нам сегодня этот кандидат прибыл. На диване присел один. Еще одно самое главное, наверное, о чем стоит поговорить. Это у нас манекен поперхнувшийся Чарли. Человек поперхнулся, подавился инородным телом. В данном случае у нас видно леска. Отсюда выходит имитация этой жвачки. Это у нас поролончик. Помещается он у нас в рот. Человека нужно спасти. Как правильно действовать в этой ситуации? Например, вам даем возможность. Что бы вы делали? Ну, что бы я делал? Я бы, наверное... Ну, во-первых, нужно освободить ему дыхательные пути, чтобы рот у него был открыт. Ну, понятно. Он и так, наверное, открыт. И как-то сзади попробовать надавить. Попробуйте. Вот, ну, как-то, наверное, вот так. Вот так. Народное тело не выходит. Не выходит. Значит, может быть, его стоит... Ударить сзади. Я бы, вообще-то, наклонил бы сразу человека. И попытался бы вот как-то... Вытрясти... То есть, ну, да, чтобы вниз голову как-то направить, чтобы он как-то мог предмет этого выпасть. Потому что по-другому он будет там сидеть. Вообще, в принципе, методика следующая. Разберем подробно. Первое. Необходимо заговорить с человеком. Если человек в ответ нам пытается что-то сказать, начинает кашлять. Ну, то есть... Я подавился. В этой ситуации, кроме как, успокоить, погладить, сказать, все будет хорошо. Не надо беспокоиться, все нормально будет. Все хорошо, чарли. Да, успокоить его. Просто этого достаточно будет, чтобы человек у нас откашивался. Кашель – самый эффективный способ избавления от народного тела. Все, что остальное, постукивание по спине – это все помощь в кашле, для того, чтобы имитировать кашель. Дальше. Каждый человек, как можно себе помочь, не забываем. Рука в кулак, постучать по грудной клетке. Кулаком. Этого будет достаточно. Если недостаточно, хочет, чтобы кто-то по спине ударил, вы одни дома, вплотную к стеночке подходим и просто спиной ударяемся. Почему ни в коем случае нельзя проводить прямого удара в шею и спину? Все это ведет, естественно, к повреждениям позвоночника. В частности, если брать детей, то дети ляпают друг по другу и думают, что это круто, прикольно, весело. Но травмы, которые они получают, они получают сколиозы. Это всевозможные степени. А также у стихандрута шейного отдела позвоночника. Все это, естественно, приведет к плачевным последствиям, то есть именно уже. Так как же надо постукивать и об стенку, и так, если кто-то? Об стенку просто плашмя подходите и ударяетесь. То есть площадь будет больше удара. То есть это не точечный удар ни кулаком, ни ладошкой. Самостоятельно. Дальше. И если вторая ситуация, человек уже не может нам ничего сказать. Он задыхается. Необходимо под рукой обхватить загрудную клетку, опустить голову как можно ниже. Ну вот то, что я потом до чего дошел. После этого проводить удары. Но удары проводить не вот такого плана, а скользящие. Так, чтобы рука проходила над затылком. После того, как мы человеку посмотрели рот, и народное тело не вышло, необходимо человека ослабить одежду легко. Если она доступно снимается, то снимаем ее. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы нащупать конкретно место нажатия. Место нажатия у нас находится чуть-чуть выше пупа. То есть нащупали пуп. После этого делаем кулак. Второй рукой накрываем. Прижимаемся так, чтобы голова ваша была на уровне с головой пострадавшего. Человека приподнимаем. После этого наклоняем легко и дальше. Ой! То есть в данном случае, если мы правильно возьмем нужную точку, нажмем, то инородное тело будет извлечено. Это что касается спасения пострадавшего именно поперхнувшегося народным предметом. Если мы человека поднять не можем, то же самое это касается детей. Дети, если видим взрослого человека, то они не поднимут его никак. Но может быть нужно положить все на колени поставить и как-то сверху попытаться это сделать? Сейчас я покажу, что необходимо делать с человеком, который у нас тяжелый. А также, если у вас не получился этот способ, прием геймлиха, так называемый, не получился после 10 попыток. То есть 10 раз попробовали, нажали, не получается, человек все равно задыхается. Человека укладываем на землю. Естественно, это не должно быть голый пол. То есть это не должно быть накушетки, ни на какой. После этого руки делаем таким образом, так, чтобы пальцы большие смотрели в стороны. Одна ладошка на другую. Середину ладошки, которую снизу, кладем на пупок. Положили. После этого аккуратно давим на эту область. Только таким образом, да, можно попытаться еще спасти человека. Кажется, что этот способ легче, нет? Или тяжелее? Мне кажется, тяжелее. Мне кажется, легче. Он положил на спине. На самом деле он легкий, да, выглядит легко. Но он опасный, потому что если вы надавите где-нибудь сбоку, к примеру, в правую сторону, то очень высокая вероятность повреждения селезенки. То есть мы можем человеку навредить, наоборот, еще сделать хуже. Человек впоследствии умрет от кровотечения, если мы надавим с недостаточной силой больше. Это легче, но опаснее для здоровья. Да. То есть прием геймлиха, именно обхватом сзади, он более эффективен. Уважаемые телезрители, дальше больше. Через несколько минут мы поговорим о мобильном приложении, которое помогает людям не потеряться в чрезвычайной ситуации и правильно поступить. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Когда пришла беда, важно вовремя сориентироваться и начать правильно действовать. Представим такую ситуацию, допустим, в квартире, типа, начался пожар в коридоре, и таким образом жилые комнаты оказались отрезанными от выхода. Что делать в такой ситуации? Ни в коем случае не паниковать, сохранять спокойствие. Если приоткрыли дверь, увидели, что там дым, и визуально понимаете, что выйти, не представляете никакой возможности из квартиры, нужно предпринять действия, чтобы превратить попадание дыма в квартиру. Соответственно, закрываем плотно дверь, подкладываем под дверь смоченную водой тряпку, сверху тоже, и на дверь можно вылить кастрюлю воды, ядро воды, чтобы тем самым охладить ее. Неизвестно, на каком расстоянии от двери, на чей час в данный момент огонь, и как скоро он будет непосредственно у самой двери. И, естественно, вызвать службу МЧС, и дожидаться, собственно, помощи можно. Неизвестно, вызвали ли ее до вас, поэтому, если вдруг нет возможности вызвать, повреждены коммуникации, может быть, еще что-то случилось, выходим на балкон, машем ярким предметом, тряпкой, и тем самым кричим. Если это девятый этаж, сложно кричать, но можно, в любом случае подаем сигналы о бедствии. Какие современные средства предупреждения о чрезвычайных ситуациях? Это, наверное, те же технические, может быть, пророизвещатели? Уже давно в нашей стране, около больше 10 лет распространяются, и в настоящий момент достаточно хорошо распространены автономные пожарные извещатели. Устройство стоит очень недорого, но уже спасло не один десяток, может быть, и сотен жизней. Ежегодно сводки наших пожарных пополняются случаями спасения жизни автономными пожарными извещателями. Только за этот год в Омельской области таких 6 случаев известно. Поэтому не нужно пренебрегать, стоит он очень недорого, немногим более новых 10 рублей. Поэтому всем рекомендуем приобретать и устанавливать и в жилых домах, в удачных домах, в спальных помещениях, во всех жилых комнатах. Мы знаем, что сегодня для того, чтобы получить помощь в экстренных службах, в ситуациях, необязательно звонить по телефону 101. Достаточно установить на смартфоне мобильное приложение «Помощь рядом», которому можно скачать на сайте 112. И расскажите о плюсах такого приложения, Алексей Григорьевич. Как оно вообще появилось? Кто автор идеи и как создавалось приложение? Да, идея у спасателей Республики Беларусь появилось, наверное, в конце прошлого года. Проведя мониторинг в нашей стране, подобных аналогов, подобных приложений не было выявлено, не было найдено. Поэтому было принято решение создать собственное приложение «Помощь МЧС Беларуси. Помощь рядом». Мобильное приложение разработано абсолютно с нуля, начиная от графической оболочки, заканчивая программным кодом. Абсолютно уникальный продукт, который помогли сделать наша белорусская компания, белорусские ребята за очень небольшие деньги относительно стоимости, естественно, таких приложений. И в настоящий момент приложение доступно для скачивания в Google Market. И ссылка есть на нашем сайте. В чем плюсы этого приложения? Ну, это приложение позволяет очень быстро сориентироваться в сложной ситуации. В любой абсолютно ситуации, в настоящий момент более 50 различных ситуаций уже вбито в приложение. Можно быстро найти ответ. 50 различных ситуаций. А какое самое популярное? Ну, вот буквально, наверное, в конце прошлой недели пользователи, которые скачивают приложение с Google Market, они могут оставлять свои пожелания, чтобы они хотели еще видеть в этом приложении. Какой раздел им хотелось бы получить ответы, чтобы он все-таки присутствовал. И вот один из пользователей оставил такую просьбу, что вот, если в дом заползла жмея, вот что делать, да? Был случай недавно в Минске, в машину заполз уши, если читали новости. Тоже человек вызвал службу спасения, хотя уши, в принципе, безопасен, но, естественно, не все об этом знают, и какой-то страх есть. И не все знают, что это уши просто думают, что нам легли. Вот, теперь, да, теперь вот у нас появилось в мобильном приложении раздел, в разделе «Что делать?» есть, что делать, если в дом заползла змея. Кроме того, какие еще разделы там есть и при каких ситуациях? Самое интересное, что за неделю этот раздел обогнал по популярности, что делать в случае пожара в квартире. До этого момента этот раздел был самый популярный, в пожаре. То есть, ну, настолько, наверное, необычный этот раздел, что хочется зайти и почитать. Что же все-таки делать? На всякий случай, да. Мало ли. Кроме уже и пожаров, какие еще разделы там присутствуют и в каких ситуациях может быть оказана помощь? Абсолютно, абсолютно любые жизненные ситуации, никаких профессиональных, пугающих терминов там вы не найдете. Просто вот, если разбился градусник, если у вас в доме гнездо ОС, если вы обнаружили ДТП, если вы стали очевидцем лесного пожара, если, ну, абсолютно, вот там более 50, что делать, да, если вот гроза, если... Ну, в общем-то, все, что угодно, такое все, что часто встречается, и что... Абсолютно, абсолютно, жизненные ситуации, которые могут окружать нас каждый день и по нескольку раз. Алексей Григорьевич, с какой периодичностью нужно обновлять и на каких операционных системах работает приложение? При создании приложения был сделан мониторинг вообще пользования в нашей стране смартфонами и планшетами и какими операционными системами пользуется большинство владельцев таких современных гаджетов. И по итогам был сделан вывод, что более 60 пользователей как бы вот доверяют операционной системе Android. Поэтому в настоящее время приложение доступно для установки на всех устройствах, использующих данную операционную систему, абсолютно любой версии. Есть ли аналоги у этого приложения за границей? Да, действительно, за границей есть аналоги. Когда мы создавали это приложение, был проведен мониторинг не только в нашей стране, у нас в стране не было таких приложений. Есть аналог в Российской Федерации, называется спасатель приложения. И есть что-то похожее в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Наши создатели этого приложения пошли немного дальше. Мы посмотрели, что в российском приложении нет предупреждения об опасных природных явлениях, об оранжевых уровнях опасности, то есть связки с гидрометеорологической станцией, что уже осуществлено в нашем приложении. Но это серьезный плюс. Боже. В американском приложении, в американской версии такого приложения отсутствовала возможность тестирования граждан. То есть оно не уделяло внимания обучению какому-то, саморазвитию. В русском приложении это было. Мы реализовали лучшее, то, что нам понравилось, и сделали уникальный, абсолютно уникальный продукт. Но интерфейс тоже оригинально все отличается, да? Да, абсолютно все было написано с нуля. Я уже говорил, начиная от графической оболочки, заканчивая программным кодом полностью. Так с какой же периодичностью обновлять нужно приложение? Приложение будет обновляться каждый раз, как только вы будете в него заходить. Автоматически? Оно постоянно будет добавляться новые разделы, новые функции туда, и при загрузке вот эти вот новые разделы, новая информация, которая будет появляться, корректироваться, имеющаяся информация, оно будет, занимает очень мало места, там 30-32 килобита, оно будет без труда подгружаться при просто загрузке приложения. Обновлять его не нужно. А если нет связи, будет работать приложение? Если нет сети интернет, будет работать полностью все приложение, кроме предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. Мы знаем, что разработка подобных приложений это занятие довольно дорогостоящее, но если не секрет, сколько средств было потрачено на производство данного продукта? Разрабатывали наши ребята, белорусские, белорусская компания, и по сравнению, насколько я знаю, по сравнению с разработкой подобных приложений полностью на коммерческой основе. Какая-то социальная часть в сумме присутствовала, и приложение в несколько раз дешевле, если бы полностью мы за него платили. Поэтому очень недорого. Приложение установили уже более 15 тысяч пользователей, и оценку оно получило 4,7. То есть это достаточно высокая оценка, как вы можете прокомментировать? Да, но вчерашний день на 4 часа, на 16.00, вчера вечером, было 15800 скачиваний уже приложений. Да, оценка, вообще, в принципе, все социальные вещи, социальные продукты получают всегда высокую оценку. Люди понимают значимость, когда начинают пользоваться каким-то социальным продуктом, видят социальную рекламу МЧС, это всегда оценивается высоко. Другое дело, что этим пользуются, да, круто, молодцы, нам нравится, ну ладно, как-нибудь потом со мной этого не произойдет, вот это самое страшное. Как бы вот именно поэтому, не дай бог, телефон всегда под рукой, всегда умудряемся делать интересные фотографии, всегда, дай бог, не дай бог попасть в такую ситуацию, но будет под рукой помощник, который даже при отсутствии связи вы можете найти совет. Так что, уважаемые телезрители, при случае пользуйтесь приложением «Помощь рядом». оно не зря придумано. Скажите, вот может быть есть еще и другие отзывы, и положительные, может быть, и какие-то советы, либо чего-то не хватает в этом приложении с вашей точки зрения, что в перспективе как бы планируется реализовать? Вот при разработке вообще этого приложения, это вот март, апрель, ну начали разработку, наверное, с конца прошлого года, обсуждали графическую часть и так далее. При разработке спрашивали мнение у всех работников МЧС практически каждый мог внести свое приложение. Был открыт сайт пресс-секретаря министра МЧС Республики Беларусь, туда могли все желающие, все пользователи таких гаджетов сбросить свои предложения. Все, в принципе, было учтено. Единственное, что сейчас находится в доработке из всего предложенного, и то, что будет реализовано, раздел сейчас разрабатывается и готовится к выпуску, это тоже вот, что делать в случае оказания первой помощи. То есть, при сотрудничестве с Красным Крестом Республики Беларусь мы разработаем такой раздел, подробно опишем все травмы, и, что немаловажно, интересно, это тоже первый раз будет реализовано на территории, вообще, на территории подобных, скажем так, приложений, будет осуществлена возможность звукового сопровождения. Что это значит? Нажав две кнопки, например, вы увидели человека вот с сломанной ногой, или может быть нога лежит в неестественном позе, и мы не знаем, что делать. Мы находим в этом приложении типичную ситуацию, нажимаем две кнопки, вторая из которых, да, переходим, и начать звуковое сопровождение. И голос нам уже начинает подсказывать, что делать последовательно, шаг за шагом. То есть, я правильно понимаю, мы просто не теряем время, вот мы не открываем, не листаем, не читаем, мы не теряем время, мы сразу слушаем конкретные команды. Не просто не теряем времени, здесь существует даже, скажем так, такая интерактивная часть. Тебе кажется, что тебе советуют посторонний, грамотный человек, и ты уже не сомневаешься в этих действиях. Обычно, когда человек читает, отвлекается, опять, может, я не так прочитал, может, там мнение увидел, может быть, там запятание там стоит. Здесь четко, последовательно, электронный голос пошагово скажет, и сомнений никаких не будет. Для того, чтобы вообще решиться на реализацию такого приложения, такого дополнения к приложению, была приведена статистика. В ходе статистики было установлено, что при оказании первой помощи, если нам подсказывает человек, стоит за спиной, можно спасти 8 из 10 пострадавших, правильно оказать помощь, либо спасти. Если мы читаем и делаем действия определенные, то всего лишь 2 из 10. Существенная разница. Это немножко, наверное, будет дороже, но разница довольно существенная. 20% против 80% это разница. Хочется спросить у Елены Григорьевны, у Ани, слышали ли они об этом приложении и как ваше мнение по поводу им? Хочу сказать, что идея очень замечательная. Я думаю, с помощью этого приложения можно предотвратить очень много разных бед. И я думаю, что Красный Крест мы с огромным удовольствием примем участие в разработке отдела первая помощь. И я думаю, что это будет огромная польза для наших граждан. Алексей Григорьевич, я знаю, что Вы принесли с собой планшет и там установлено мобильное приложение. Можете буквально показать, как оно выглядит? Да, действительно. Планшет абсолютно не самый новый. Ему уже несколько лет. Операционная система здесь не обновлялась. Это говорит о том, что она устанавливается на всех мобильных устройствах. Вот наше приложение. Можете развернуть. МЧС Беларуси помощь рядом. Оно выглядит вот так. Все очень просто, понятно. Все очень отзывчиво работает. Вот так выглядит раздел, что делать. И здесь вот, если в дом заползла, змея, выбило пробки, гнездо-оз в доме, горит лес, горит трава, гроза, запах газа, запах дыма, то есть, ну, все, что может окружать без никаких-то непонятных терминов, чего в основном боятся люди. Следующее, вот интересно, проверь себя. Это раздел тестирования. То есть, здесь включено, тесты будут постоянно добавляться, в настоящий момент, вот их здесь семь. Вот, тест под теми ртуть, под теми тонкий лед, тест для родителей с детьми, то есть, чем вот даже лично мне нравится такое приложение, вот, как я считаю, вот захотел, просится ребенок ваш на речку. Это даже как развлечение. Куда-то, да, вот получать, вот ответь на тест, ответишь лучше, чем вчера, пойдешь, например, с друзьями. Вот, хороший стимул. Кроме того, что еще интересно в этом разделе, после того, как вы проходите все тестирование, реализована возможность, то есть, вы на планшете, находите в социальных сетях, кликаем виджет Facebook, одноклассников ВКонтакте, и публикуем результат. И каждый месяц МЧС проводит рейтинг, последний рейтинг за июль месяц уже доступен, активен, уже есть ребята, которые меньше, чем за одну минуту, то есть, учитывается. Все отслеживается нашими программистами в министерстве. Мы видим, кто пользуется, под каким ником он где зарегистрирован, то есть, за какое время пройден такой-то, такой-то тест. Вот. На каждой странице реализована мгновенная возможность 112 позвонить. Также в разделе, сейчас секундочку, вот настройки, здесь можно можно вбить любой номер любого человека, которому вам при случае может быть понадобится, позвонить мгновенно, может быть, это врач личный, лечащий, либо мать, либо для людей в возрасте, дочь, сын, если что-то вдруг потеряли номер, плохое зрение, большая красная кнопка, и упустить это уже будет достаточно сложно. Ну и вот так выглядит карта неблагоприятных явлений. Самый посещаемый ресурс. Вот в настоящий момент оно активно связано с интернетом. Видим, что в Брестской, Минской и Гомельских областях оранжевый уровень опасности. Горят значки предупреждений. В других областях этого нет. Смотрим, что у нас там за оранжевый уровень. 5 августа по южной половине республики Беларусь максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов оранжевого уровня опасности. Прекрасно. Обновляется постоянно. Да, и в случае какого-то циклона, как, помните, был зимой Хавьер, где будет реальная опасность, вплоть до красного уровня опасности. Совсем недавно по Минской области. Все пользователи получат уведомления. И автоматически начнет работать еще один раздел, который просто вы сможете сообщить свое местоположение, а также нажать им в одной кнопке. Оператор получит данные о вашем местоположении. Отличное приложение. Я думаю, что у него большое будущее и много каких-то новых ситуаций появится в нем. И помощь, конечно, неоценима. Уважаемые гости, большое вам спасибо за беседу, за полезную, важную, необходимую информацию. Мы желаем вам удачи в ваших нелегких, но очень важных профессиях. Ну, а телезрителям мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер», Гомель были главный специалист службы «Сестер милосердия» Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Елена Тимошенко и ее помощница Анна Никитенко. А также инспектор отдела профессиональной ориентации и пропаганды безопасности жизнедеятельности лицея при Гомельском инженерном институте МЧС Павел Сташук. И начальник сектора Центра пропаганды и взаимодействия со общественностью Гомельского областного управления МЧС Алексей Голуб. Уважаемые телезрители, на этом мы говорим вам до свидания. Будьте осторожны и внимательны относитесь к себе и к своим близким. До свидания. До свидания.